это уникальное место которое находится на пятом этаже сумма до самый один из самых модных дорогих торгового центра да то есть про него все знают и в принципе локация которая у нас сейчас есть она позволяет максимально привлечь к себе внимание вкусной едой красивой атмосферы до красивой сервировки посуды здесь конечно уровень гостей немножко отличается и для нас очень важно чтобы этот уровень гостей ходил к нам да не просто там в цунг за покупками именно целенаправленно гости с улицы приходили к нам сам я в москве с 14 года начинал свою карьеру с андреем шмаковым это первый мой наставник учитель одни из самых таких знаковых проектов это был у меня недальний восток с гленом балесом и после недальнего востока я как раз попал к илье неценко я помню наш разговор когда я им сказал илья я вообще ничего не знаю про мясо я хочу сказать что я не просто научил а действительно погрузил во все вот эти моменты истории так далее специфику продукта мраморной говядины я отработал силе и практически год взял небольшую паузу и как раз попал в беру цунг вот я начинал с володи чистяковым он был бренд-шефом я пришел шеф-поваром сюда и даже гриль поставили из-за того что мы начали готовить хорошо говядину мраморную только из-за этого поменяли леонский гриль на гриле это и в принципе все что с крышкой я считаю но это такое как бы на втором месте на первом месте конечно стиль открытого огня у нас есть две решетки которые мы специально сконсервировали чтобы это не надо по сплошная поверхность была а супер удобно было до регулировать температуру мы сегодня приготовим говяжью вырезку с топинамбуром трюфельным консом и черной смородиной и майонезом кимчи 120 грамм говяжьей вырезки мраморность prime это у нас вешенки по-другому их можно назвать мраморные грибы это определенный сорт вешенок который мы будем жарить как раз на открытой вот этой поверхности сначала солю с двух сторон высокая температура и соль дают нам такую корочку то есть вообще при жарке стейков любых абсолютно стейков нам нужна корочка за счет высокой температуры соли стоит прилипать не будет оливковое масло чуть-чуть соли первый этап до который я готовлю это без масла и второй этап я уже буду готовить с маслом но уже на более пониженной температуре чтобы у меня масло не горело а грибы у нас не доходит до полной готовности да мы их снимем буквально через 30 секунд помажем сливочным маслом тоже мисо пасты чтобы такая азиатская нотка была они уже полу готовы аккуратно снимаем аромат безупречный сейчас мы это помажем смесью сливочного масла и мисо пасты прожарку вывески я даю медиум рель так как это один из самых не ярко насыщенных отрубов говяжья вырезка вот это пюре из топинамбура который мы предварительно уже приготовили запекли в коже почистили уже от кожи готовый топинамбур залили сливками молоком немножко тимьяна чеснока немного жареного лука все это проварили процедили и уже вот эту густую часть пробили в термомиксе есть еще трюфельное консоме мы туда добавляем трюфельное масло и соус на основе кунжутного масла сахара горчица лука соевый соус так мясо у нас отдохнуло мы сейчас его до готовим и начнем собирать блюда как я сказал да прожарка медиум рель у нас должно быть так выкладываем наше пюре из топинамбура черная смородина обжаренная на гриле дает немножко такой кислотности блюду свежести майонез кимчи это смесь майонеза ширячая соуса кимчи немного зеленого масла нашем случае это луковое масло и трюфельное масло и важно немного красивой зелени и самое главное что у нас еда на каждый день комфорт фуд да то есть он пересмотрен просто немножко по-другому отдается на супер другой посуде до супер качественных свежих продуктов и это в принципе люди замечают и гости к нам возвращаются то домашнюю пасту мы готовим из твердых сортов пшеницы есть мука семала желтки обычная мука оливковое масло все это вкрутую замешиваем получается яркий интересный вкус не добавляем красителя вот варим буквально пасту около двух-трех минут без пасты 100 грамм вот таком она у нас видит закидываем пока паста у нас готовится ставим сковородку добавляем куриный бульон и сливочное масло то есть у нас должна получиться такая легкая эмульсия самое важное для приготовления пасты взбивать ее чтобы та эмульсия которую мы хотим создать она была единым целым именно с нашей пастой я всегда пасту чуть-чуть не доваривают чтобы она немножко поготовилась именно в этом соусе чтобы она отдала немножко свой глютен и в принципе не отсекалась уже соусом все паста готова чуть-чуть ее подвариваем добавляем в конце трюфельное масло и пармезан и начинаем и вот так и взбивать пробуем на вкус добавляем чуть-чуть соли вот это эмульсия который мы хотели получить разогреваем и отдаем и сверху поливаем эмульсию свежий итальянский трюфель у нас абсолютно разнообразное меню около 200 позиций и в принципе чтобы осилить эти 200 позиций в одном стиле с одним качеством и так далее мне требуется 25 человек на кухне то есть в общем у нас штат 40 человек есть три су-шефа есть бригадиры и шеф-пекарь и шеф-кондитер то есть у нас полный цикл ресторана где мы делаем свой хлеб четыре вида хлеба делаем свои десерты да очень гордимся своими какими-то классическими блюдами того же самого цезарь того же самого борщ и так далее где у нас как бы есть свой стиль именно ресторан который полностью передается в блюда а коллаборации с проектом беру от суммы это неотъемлемая часть жизни ресторана вот для чего это делается чтобы получить новый опыт да за коннектиться с новыми производителями неважно чего высококачественной парфюмерии хорошей дорогой косметикой хорошей дорогой посуды наш фирменный десерт сладкий аквариум история которого началась нашего обычного аквариума то есть у нас есть аквариум где у нас хранятся гребешки и бомгли устрицы и задача какая стояла сделать такой десерт который визуально очень сильно будет привлекать и полностью передавать наш концепт наше видение так как мы очень много продаем живых морепродуктов обратите внимание что все здесь из шоколада шоколад patissier французский производитель очень качественный интересный очень много всяких блендов есть вот это у гребешки из белого шоколада устрица из молочного шоколада все расписываем вручную и вонгли из темного шоколада присутствует ореховый крем есть сладкие съедобные водоросли есть съедобный песок песок мы делаем из воздушной пшеницы что касается тарелки это специально разработанная тарелка с определенной геометрии внутри чтобы живые рыбы чувствовали себя комфортно здесь у нас латуневая втулка которая крепится как раз на стекло очень много кто мне отказал производстве этой тарелки и все-таки я нашел специалиста который мне помог создать вот эту всю историю воплотить мои все идеи мечты и так далее есть у нас два суфле из юдзу и клубники очень такой нежная яркая насыщенная есть жемчужины золотые и серебряные это песочное тесто с молочным шоколадом есть наша фирменная конфета радость она розового цвета эта конфета со вкусом bubble gum прикольно вообще считаю что ресторан должен всегда какую-то проявлять активность если ресторан появляет активность значит он живет а и и и Продолжение следует...